Всем привет! С появлением ребенка в семье многие родители перестают путешествовать, потому что боятся сложностей. Малыши капризничают, устают, плачут. Но если добавить немного смекалки и необычных решений, то путешествие с ребенком можно превратить из выматывающего дела в захватывающее приключение. И сегодня я расскажу несколько таких лайфхаков, которые помогут развлечь и отвлечь детей даже во время длинной дороги. Поехали! Походный набор для рисования. Если ваш малыш любит рисовать, вы можете сделать ему в дорогу удобный кейс для рисования. Вам понадобится большой пенал или коробка от DVD диска, прищепка, набор карандашей и распечатанные картинки для раскрашивания. Такая коробка служит сразу и пеналом и планшетом для рисования. Чехол-держатель для планшета. Любителям посмотреть мультфильмы в дороге придется по душе идея превратить обычный пенал в удобный держатель для планшета. Для этого подойдет косметический пенал или пенал для карандашей с прозрачной стенкой и пара ленточек. На крайний случай можно воспользоваться даже обычным файлом для бумаг. Может быть выглядеть не так эстетично, но смысл тот же. А самые изобретательные родители могут превратить держатель для гаджета даже собственную кофту с капюшоном. Магнитные игры. Увлечь ребенка в дороге поможет простая игра состав слова. Для нее отлично подойдет набор. Алфавит для магнитных досок. Для самых маленьких есть вариации этой игры с картинками, когда нужно составить целое изображение из кусочков. Или же можно использовать любимый пазл, приклеив на него маленькие магнитики. А если не хотите заморачиваться, то можете купить готовые игровые наборы. Ссылки я оставляю в описании. Походная мусорка. Здесь все очень просто. В любом путешествии вам не избежать появления кучи фантиков, крошек, бумажек и прочего мусора. И чтоб не заморачиваться с пакетами, возьмите обычный кухонный контейнер с крышкой, который обычно используют для сыпучих продуктов. Поместите в него пакет, как на фотографии. И пожалуйста, у вас готовая мусорка с крышкой. Завораживающие бутылочки. Вы удивитесь, но это один из самых простых способов угомонить разбушевавшегося маленького путешественника. Такая бутылочка с блестками и другими наполнителями может надолго занять малыша. Наполнение ограничивается только вашей фантазией. Самый простой рецепт это масло, вода, кусочки лего, алфавит, блестки и пищевой краситель. Лего в коробке. Еще одно отличное применение для жестевого кейса. Походная станция лего. На одну стенку крепите основание для конструктора, остальные покрываете мягким фетром, чтобы все это богатство не гремело при перевозке. Паильник на веревочке. Казалось бы, мелочь, но такая полезная. Обычно о таких деталях даже не задумываешься, пока не попадаешь в типичную ситуацию. Ребенок балуется, бросает бутылочку, а потом начинает реветь. Потому что хочет пить. А родитель пытается нашарить и выудить несчастную паильник из-под сиденья, свернувшись в три погибели. Так что лучше заранее привыжите бутылку к креслу. Но скоро мы приедем. Если вы не готовы отвечать на этот вопрос 3000 раз в минуту, советую вам воспользоваться простой хитростью от бывалых путешественников и оснастить свою машину стикерами, которые будут наглядно показывать процесс вашей поездки. Торжественно отмечайте каждый отрезок дороги и передвигайте машинку. Будьте уверены, малышу такая лента прогресса очень понравится. Браслетики с номером телефона. Ну конечно же, каждый родитель уверен, что у него ребенок не потеряется, потому что он умеет за ним следить. Но лучше перестраховаться. И прекрасный способ сберечь свои нервы, это сделать для ребенка браслет с вашим номером телефона. Выглядеть он может как удобно. Ссылочку на один из вариантов я оставляю в описании. Вам останется лишь зайти в ближайшую граверную мастерскую и попросить мастера нанести на браслет имя ребенка и телефон родителя. Дневник маленького путешественника. Если у вас намечается большое путешествие с ребенком школьного возраста, вы можете занять его и вовлечь в приключения, сделав ему дневник путешественника. Пусть записывает места остановок, интересные происшествия, отмечает свое настроение и блюда, которые ему понравились, и прочие интересные вещи. А если вам удастся раздобыть старый полароид, что в общем-то не проблема, то ребенок сможет еще дополнять свой дневник и моментальными фотографиями. Игра «Дорожная охота». Простая, но занимательная и увлекательная игра для малышей. Вы можете обговорить ее правила устно и распечатать памятку, что надо искать за окном. Если детей несколько, то можно устроить веселое соревнование с призами. А принцип игры очень простой. Тот, кто первый увидел необходимый объект, показывает его и скорее отмечает на своей карте находок. Самый удачливый охотник получает приз. Защита сиденья. Маленькие путешественники всегда ссорят и проливают какие-нибудь сладкие напитки. Так что лучше заранее позаботиться о сохранности сиденья. Вы можете купить готовый чехол или сделать его сами. Также не лишним будет защитить спинки пассажирских сидений, потому что ребенок будет болтать ногами и грязной обою их пачкать. Вот, пожалуй, и все. А если у вас есть свои секреты путешествия с детьми, поделитесь ими в комментариях. Если видео оказалось вам интересным или полезным, поставьте ему лайк. Буду благодарен за подписку на канал. А пока что всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока!